Я понимаю, что вы скучаете по уличным животным. Сейчас покажу вам, пока перед Руфи несу, Руфи, еду. Помощь. Иди сюда, кот. Пока я его не трогала, можем всех этих потрогать. Ну, точнее, одного помощи я не трогаю сейчас после кого-то кого-то. На всякий случай до сих пор. После заболевания Луны должно сохраниться две недели карантина. Еще не прошло две недели. Иди сюда, иди сюда. Вот. Но все хорошо, вы все знаете. Материал всегда снимался заранее. И с учетом последних событий, материал, который был снят, он не выпускался. Потому что выпускалось то, более актуальное, что происходило на момент болезни. Поэтому, на самом деле, материал про енотов есть. И если вы хотите, мы его выложим. Ребята активно... Да! Ребята активно хотят уже спариваться. Вот это вообще и ночью, и днем, и постоянно, видите? Тут даже нисколько друг не со мной, сколько... Вот-вот, видите? Но для их же безопасности сохраняется карантин. Никто не контактирует между собой. Потом я поменяю девочек местами. У всех уберусь и обработаю. У них тоже все. На всякий случай. И начнутся с саживания. Чуть-чуть фу, пока ни симптомов, ничего нет. Так что, в принципе, возможно, скоро будут ходить ролики к тем, которые не вышли с собаками. То, что хорошо. Просто сейчас как-то вот все не до этого было. И стараемся для вас более актуальную информацию выкладывать каждый день. Потому что я знаю, что вы переживаете за моих кошек, как за своих. Вот, сейчас пойду к Руфе. Едай ему. А тут енотики. Тут енотики. Куда пошли-то, енотики? У нас сейчас буквально сегодня всю ночь был снегопад. Кто там выглядывает? Давай, выходи. Зефира, выходи. Все так замело. Все белое. Я еще дорожку не почистила. И сейчас Порошка потрогать не смогу. Я уже Пума потрогала. Где моя сладкая девочка? Где моя сладкая девочка? Где Горошка спит? Где мой нос? Где мой нос? Да, да. Вау! Так, кушает, кушает. Дала ему сейчас вообще чистую индейку. Руфус уже понимает, что там лекарства, все остальное. И начал отказываться есть это. Соглашается на перепелку только. А перепелка он быстрее наедается. И, соответственно, получается так часто по чуть-чуть кормить. Сейчас дала ему просто индейку, чтобы он вернул, я так сказать, доверие. Буду менять антибиотик. Потому что с тем, ну, реально он очень понимает, в каком бы я виде не давала, как бы не прятала, что бы не делала, он научился даже раскрошенно его уплевывать. Он просто эти кусочки не ест. Поэтому решили попробовать поменять антибиотик на, типа, как суспензию, попробовать с ним. Добавится еще один препарат, потому что ни рекавери, ни какие паштеты, которые я пробовала ему давать, он, естественно, не ест. Ни в подмешиваемом мясе, ну, ни в каком виде, он просто закапывает и не ест, хотя хочет есть. Также ошпаренное мясо он тоже не ест. То есть я аж просто кипятком ошпаривала, чтобы как-то он легче усваивался, он тоже не хочет есть это. То есть ничего такого дать ему невозможно. Насильно, естественно, он не пихается. И решили с врачом добавить еще один препарат, потому что меняется кал. Ну, если сейчас кто, наверное, не сталкивался с этой болячкой, то есть не знает такого момента, что очень-очень долго идет восстановление. И заключается это в том, что он постоянно поносит. Ну, то есть у него кишечник настолько был... Уйди мой, ты мой, ты мальчик мой. Ты мой. То есть у него кишечник... Даже не знаю, как объяснить. То есть, ну, вот если вы представляете, как выглядит кишечник у кота, там, у человека, без разницы. Ну, можно просто прогуглить, как он выглядит. Если это такая мягкая, как бы, трубочка, ну, такая эластичная, да. Ну, в общем, я не буду сейчас это вдаваться. В общем, можете прогуглить, как выглядит нормальный кишечник. У Руфи сейчас выглядит кишечник. Я сама захотела посмотреть вскрытие Луны, что с ее органами, какой орган больше всего там подвергся. Вот. И, к слову, там все органы были ненормальные. То есть поражение было просто одно всех органах. Ну, просто все. То есть я даже не знаю, что больше, но просто очень сильно бросается кишечник в глаза. Он становится такой черный и жесткий. То есть так он эластичный, а так он как такая твердая палка, которая имеет несколько изгибов. Ну, то есть которая вообще, по идее, не должна быть, которая просто такая плавная, сложная, как бы, я не знаю, как правильно сказать. Вот. А он становится таким жестким и имеет перегибы. В общем, у Руфи, собственно, то же самое с кишечником. У всех после этой болезни то же самое с кишечником. И кишечник не может не всасывать ничего. То есть первое время, еще когда был в клинике, в Руфи, например, вливалась еда, вода. И из кишечника выходила вода. То есть не понос, ничего, а вода. То есть это говорило о том, что кишечник даже не всасывает в воду. Толстый кишечник. Сейчас вода всасывается, но понос продолжается. И как бы он быстро не уйдет. Плюс кишечника в том, что он умеет восстанавливаться. Но когда он поражен весь, ему восстанавливаться очень тяжело. И этот вопрос ни одного дня и ни одной недели. Вот. И, естественно, он сейчас поносит. Но при этом себя, как видите, чувствует более-менее нормально. Но по поносу, я все время высылаю фотографии врачу, мы ориентируемся, что сейчас там происходит. По его цвету, консистенции, все такому. И сейчас, учитывая его цвета, то есть понятное дело, что мясо переваривать намного сложнее, чем тот же рекавери или какие-нибудь там паштеты. Сразу могу сказать, бульончики, яйца и так далее он не ест. В этом главная проблема с такими кошками, с недомашними. То, что для них нетипична такая еда, для них типичны мясо. И в них сложно запихнуть что-то такое. Вот. Поэтому будем сейчас добавлять еще один препарат, чтобы помочь кишечнику усваивать все это. Не будем дальше смотреть. И будем менять антибиотик, потому что очень тяжело с этим. Ну и дальше смотреть. Так вот. Веру в индейку я тебя вернула. Сейчас я вам буду предлагать. Я, конечно, сейчас поеду в аптеку. Пума за лекарствами вместе с Наташей. Кстати, Наташа, вот кого вы видите в последних видео, это Наталья. Она, когда вот были отъезды мои, любые, когда на отдых, она все время оставалась с животными. Она котов, енотов, всех остальных знает с рождения их, с детства. Ну, кроме взрослых. Взрослых она уже знает с взрослыми. Кроме Пумы. Пумы она знает с малыша. Пумы она знает даже раньше, чем я знала Пуму. Вот. И она единственный человек, которому я так могу доверить животных, потому что она их знает. Она с ними на прямом контакте. Ну, она может к девочкам зайти. Она могла к Руфе зайти. Соответственно, она могла со всеми с ними общаться. Всех их знает. И сейчас она мне продолжает периодически приезжать ко мне, помогать мне. Сегодня-то она ночь проводила с Руфем. Вечером к нему ходила, кормила и ночью вставала. Так, когда я встаю несколько раз ночью, чтобы покормить его. Ночью в 12, потом под утро в 5-6. Потом, соответственно, каждые 2-3 часа. Вот. И она во время того, как все коты были в стационаре, со мной ездила в стационар. Помогала мне с Алисой в стационаре, чтобы я могла как-то фиксировать котов, что-то такое делать. Она занималась Алисой там. И тоже помогала, когда я там была с Алисой, она со мной там была. И Руфе давала моральную поддержку, гладила его все это. Ну, естественно, как вы видите, Руфе только к ней тоже привязан. Но это, говорю, произошло не после больницы, а, в принципе, он ее знает с детства. Давно он с ней в хороших отношениях. И она, конечно, оказала мне просто нереальную помощь. Потому что я не представляю, как бы я одна с ребенком вот это все делала, как минимум, что вот, фиксации все, которые происходили в больнице. Потому что в большинстве фиксаций мне приходилось участвовать. Да, сладкий. Кот. Ты такой кот. Прости, но следующая индийка будет с препаратами. Хвостик такой. Ну, конечно, шерсти много следит. Видно, там всякие такие колтуны на шее есть. Не бычься, ничего он-то не дает сделать. Здесь колтун. Но это все следит. Я потихонечку так чешу, чешу, и он распутывается, да? Распутывается, ага-то. Чей сладкий котик какой. Все-таки, видимо, я куплю сюда диван. Потому что, на самом деле, есть очень много дешевых диванов. Кто смотрит давно уже канал с переезда, наверное, хотя бы если видели переезд в этот дом со съемной квартиры, то я покупала диван тогда дешевый, который сейчас в строительном домике. Но мы какое-то время на нем жили, и нормально. Вот просто сейчас все эти лежаки, которые такие мягкие, типа для собак, они на самом деле стоят не дешевле, а толку от них, мне кажется, меньше. Что-то повыбираю. Что-нибудь сюда куплю. То, что потом придется, конечно, выбросить. Потому что обрабатывать его будет сложно. Главное, оно не столь иметь смысла. Посмотрим, в общем. Ну, что мы, сладкий кот. Чей сладкий такой, такой сладкий усатый кот. Лапочки свои сложил. Руфа скушает. Те не нравится, придется. Хотя сейчас там только в некоторых кусочках таблетки, но, естественно, вся еда посыпается проблевочеком. Те кому выбирает. С этим, кстати, не работают эти методы, как там, типа, через шприц и все остальное. Потому что он кидается на шприц, грызет его. Вчера получился антибиотик запихать прям руками. Не знаю, как-то без пальца не осталось. Погрызгаешь немного меня, но что ж поделать. Буду еще что-нибудь придумывать. Он же даже умеет выбирать кусочки, где есть таблетки. Котики все, кроме Пусси, гуляют на улице. Сейчас посмотрим, что страны Пусси. Енота, горы. Опять его не видно, но нет-нет-нет-нет-нет. Ну, в общем, сейчас вы видели краешком глаза. Он просто лежит вон там, в диване. Котов, естественно, я не выпускаю. Подруга, как говорила, отдельная одежда. Это вот разводы. Это то, чем обрабатывала все комнаты и снаружи, и внутри. Этот препарат надо смывать. Он, наоборот, надо оставить до полного высыхания. Он капсулирует как бы вирус. Поэтому потом будем еще мыть просто водой, еще чем-нибудь. Но сейчас пока все в разводах, потому что нужно все это высохло и подольше подержалось. Да, конечно. Мне очень много вариантов. Пишите всегда в Инстаграм, как дать ему таблетку. Но, к сожалению, никто не понимает, что немножко не работают с ним конкретно те методы, которые работают с домашними котами. То есть Руфусу поднести к лицу, к его зубам шприц, палец, все это будет даже не то, что погрызано, он кидается на это. Обманным путем, конечно, я пытаюсь зашить таблетку, в капсулу ее, в желатиновую положить, или в порошок. Все это уже, естественно, за эти дни пройдено. И чаще всего, в большинстве случаев, он это замечает и очень уже умело грызет конкретно мясо, выплевывает таблетку. А если это обсыпано порошком, он просто не берет этот кусок мяса, он рычит на него, злится, но не берет его. То есть хочет есть, но злится. И не берет. Вот оставлять на ночь одну я пробовала такие вещи. Думаю, ну есть же захочет поесть. Но вот я пришла, он не притронулся. А так рисковать, чтобы у него там долгий перерыв был без еды, ну в данном случае опасно. Потому что мы постепенно запускаем работу кишечника, желудка и вообще всего. Голодать нельзя. Поэтому приходится разными обманными способами. Пару раз мне даже получилось реально в рот ему запихнуть. Ну правда нормально, так мне по пальцам досталось. Но это буквально получается там один раз. И он долго еще это помнит, даже не разрешает потом подходить к себе. Прям отходит, рычит. Но все равно стараюсь все почти таблетки давать, особенно антибиотик. Это очень важно. Поэтому у нас постоянно танцы с губнами, с этими даваниями таблеток. Даже кушать-то он уже хочет, а вот таблетки он кушать не хочет. То есть такой прям принципиальный мальчик. Хотя у него, например, антибиотик вообще ветеринарный сейчас. Мы пробовали заменить на видисуспензий человеческий. Но у него вообще был ветеринарный. Он со вкусом мяса. То есть он там не какой-то горький, ничего. Он специально для животных разработан. Но Руфи говорит, что нет. Поэтому, конечно, много таблеток просто выкидывается. То есть приходится по несколько раз, чтобы хоть какую-то нужную дозу он съел в разные места там запрятаться. Надеется, что где-то чего-то он там где-то не найдет. Где-то в виде порошка, где-то в капсуле. Ну, в общем, по-разному. Вот. Он явно начал себя чувствовать получше. Потому что уже бурчит на Наташу. То есть уже вот к ней не ложится. Уже начинает на нее бурчать. Не кидается ничего, но бурчит. Да? Бурчун. Ну, это радует. Возвращается старый добрый кукус Руфус. Бурчун. На меня пока не особо бурчит. Он бурчит только пока при мне. Когда с таблетками, вот эта вся история. Когда есть мясо и понимает, что там лекарство, он просто начинает рычать, бурчать на мясо. Ну, и на меня, соответственно. Смотрит и говорит, типа, что за подстава. Вот уже сам почти очистился. То есть его прям уже так трогаешь. Там не сальный, он ничего. Прям вообще классно. Кишечник все еще восстанавливается. То есть до сих пор понос. Но он не очень частый. Раза 3-4 в сутки. То есть, в принципе, в пределах нормы. Особенно после этой болячки. Вот. ПЦР пришел неплохой. Прям хороший. Удивил. Я напоминаю, что у него был максимальный титр. 20 миллионов к одному. Да, я про тебя рассказываю. Вот. 20 миллионов к одному. Ну, и на самом деле на практике конкретно врача моего, который лечил. Он первый код, кого она выписала с таким титром, с максимальным. Сейчас пришел ПЦР 60 к одному. То есть, вы понимаете, да, разница. 20 миллионов было. Осталось 60. Просто 60 к одному. Вот. Потом еще недели через 2-3 будем пересдавать ПЦР и смотреть. По нему, кстати, будет видно. Но, скорее всего, будет видно, остался он носителем или нет. То есть, там просто цифры в другую сторону пойдут. Либо там будут минимальные цифры. То есть, если бы мы сдавали ЕХ, то сейчас бы показало, что вируса нет. То есть, если бы мы просто сдавали без ПЦР-ки. Кстати, не все лаборатории делают, как оказалось. Я поняла, как теточка тебе нужна уже. Все, поняла. На улицу не могу выпустить. Не все лаборатории делают именно ПЦР-ка. Ну, ПЦР-ку сделают просто положительно-отрицательный. Вот, собственно. Но ПЦР-ку тоже часто нужно видеть. Потому что сейчас бы, если бы мы сдали просто ЕХ, то пришел бы отрицательный. Хотя вирус, на самом деле, еще есть. И ПЦР-ка показывает, какая, собственно, его сила. Мы, когда первый раз сдавали Луне ЕХ, тоже оно пришло отрицательное. Но ПЦР пришел там с минимальным титром, но пришел потом. Единственное, конечно, что когда некуда торопиться, как сейчас. Например, то в ПЦР есть смысл делать. Когда, конечно, нужно понимать срочно, есть панлейка или нет, то сдают ИХ. Она там уже через день или в этот же день иногда готова. Ну, мы сдавали и то, и то. Так что Руфуса по анализам получше. Ну, по состоянию тоже мне сейчас его больше нравится. То есть видно, что он более активный. Даже уже меньше на мне лежит. Все, пытается выйти на улицу. Это радует. Осталось, собственно, восстановить кишечник. Надеюсь, это получится. Пьет много воды очень. Это тоже радует. Молодец. То есть прям вот за день выпивает реально всю миску. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова